Всем привет! Я бы хотела сказать доброе утро, но... Добрый обед. Я проснулась где-то около часа назад, еле-еле встала, потому что вчера после танцев мы ещё посидели с ребятами, попили чай и легли спать. Ну, я легла спать во втором часу и еле-еле сегодня проснулась. И мне кажется, из-за того, что у меня вчерашний день был такой супер насыщенный, супер продуктивный, сегодня я буду немножко более расслаблена в состоянии, потому что мне нужно набраться сил, немножко отдохнуть, расслабиться. Ну, как расслабиться? Расслабиться у меня не очень получится сегодня, потому что у меня экзамен, которому мне нужно подготовиться, осталось три часа. Сейчас я побегу на обед, после этого засяду и буду супер быстро, максимально продуктивно готовиться к экзамену, потому что времени у меня очень-очень мало. А экзамен, я боюсь, будет не самый лёгкий в моей жизни, так что пожелайте мне удачи. Кетка! Сегодня же 23 февраля, День защитников Отечества, так что я хочу поздравить всех-всех своих зрителей мужского пола с этим замечательным праздником. Оставайтесь всегда такими же мужественными, сильными, надёжными, чтобы мы всегда могли на вас опереться, всегда на вас положиться. Спасибо большое, что вы с нами. Забыла показать свой обед, если вам, конечно, это интересно. Рыбные палочки, рис, компот. Пюре, рис, курица, сок. Оставайтесь. Пусти, курица. Оставайтесь. Определение. Пусти. Так, уже 21 минуты. Все точно. Это перендиотно. Сидим? Да что? Новый влог? Да. Очень плохо. Мы сидим и ждём, как придёт рамокул. Уже сложный экзамен, мы стрессим на борт. Всё. Это было фейлище вообще. У меня нет слов. И грустно, и плакать хочется, и смеяться. Всё. Большое ничего не могу сказать. Нет слов. Знаешь, в чём прелесть снимать? Целый день влог. Ты помнишь, что ты ешь. Вот я вспомнила только, что я на обед тоже рис ела, оказывается. Что, рис? Нет, рыбные палочки. Вот так выглядит наш ужин. Приятного аппетита. Ты классно выглядишь в этом свете. Тут такое освещение классное сейчас. Да? Да. Приятного аппетита. Я наелась и хочу спать. Нельзя. Тебе нужно готовить презентацию на завтра. А вот я могу лечь и спать, потому что у меня нет презентации на завтра. Я тебя наилю. Спасибо. За что я благодарю-то? Зато завтра я тоже после презентации буду свободна. И могу лечь спать. Только не спойлерьте, пожалуйста. Я говорила вот только ей. Посмотри этот фильм. Классный вообще. Что вчера вышел и Барк француз. Да, вчера вышел. Вместе смотрели и я плакала. Он такой, ты что хочешь? Что хочешь? Я тоже не могу понять. Ну, чуть-чуть обидно. Ну, это не спойлер вообще. То, что они, конечно, выросли в Америке, они не должны, конечно, про Казахстан знать, любить, просто безответственно. Ну, я думала, типа, все равно Иннер, да, будет, а у них нету такой, заметила, да, ну, только у некоторых, типа, у нас, типа, насчет своей мамы, да, насчет только мамы, а так, ну, насчет вообще Казахстана, ничего не знают. Один мальчик, спасибо, меня удивил, ну, типа, говорит, что ты будешь делать, если встретишь маму, некоторые говорят, не знаю, привет скажи, да, он такой, я сажу, обниму крепко, и все. Я скажу, что я люблю ее в фильме, да, я понимаю, она должна была меня оставить, и... Я вернулась в комнату, и в ближайшие два часа, как минимум, я не собираюсь учиться, сразу говорю, потому что я буду сейчас редактировать видео, и дай бог, если все будет нормально, если интернет не будет тупить, я загружу для вас одно видео. Оно было снято уже довольно давно, несколько месяцев назад, но я его почему-то, не знаю почему, не помню уже, я его так и не отредактировала, и не выложила, но когда я вчера пересматривала его, в смысле тот материал, который я оценила, я подумала, что, наверное, вам будет интересно это видео посмотреть, что оно вам поднимет настроение, так что, сейчас я этим и займусь. Только что выложила новое видео, вот, называется «Очень старый влог», а бота, конечно же, смотрит видео. Субтитры сделал DimaTorzok Вы это уже видели? Вклад «Sweat & Tears» исполненный Google Транслейтером. French! French Google Translator. Я, конечно, понимаю, что во французском и так полуслова проглатывается, но тут вообще... Посмотрите, какая красота! И это сделано руками вот этой прекрасной девушки. Не надо мне показывать это. Вообще, пока тут девчонки что-то колдуют, я хочу посмотреть новый фильм, документальный, на канале Канабиси Киев. Называется «Bala – Kazakh Adopted in the USA». Вот насколько я понимаю, это фильм о детях из Казахстана, которые были усыновлены либо удочерены с праздничными родителями, проживающими в Соединенных Штатах. Мне кажется, это будет очень интересный фильм. Дилемма. Фильм или сон? Сон или фильм? «Балют». И вот он заварил себе травяной чай, так что придётся его выпить и посмотреть что-нибудь чуть-чуть. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...